Привет всем! Середина января 21-го и коронавирусная пандемия набирает обороты. В сводках существенный рост и частоты инфицирования, и заболеваемости, и, к сожалению, неблагоприятных исходов. Из приятных новостей начавшаяся вакцинация, которая, однако, потребует достаточно большое время, не менее чем до конца текущего года. Среди стран-лидеров – Израиль, который обещает вакцинировать свое население к марту этого года. Ну что же, здорово, Израиль как раз и станет испытательным полеоном, на котором мы проверим, действительно ли вакцинация позволит достичь быстро так называемого коллективного иммунитета и хотя бы, по крайней мере, в этой стране эпидемический процесс оборвется. В связи с вакцинацией, однако, возникают опасения, что вакцина может со временем оказаться менее эффективной. Проблема в том, что вирус постоянно мутирует. Появляются все новые и новые штаммы, часто более заразные, как один из последних в Великобритании. Не успел он там появиться, как уже нашли его в более чем 50 странах. И вот на Медни два новых штамма в Соединенных Штатах Америки. Именно поэтому импакт-фактор Медскейпа обратился к мировой общественности по возможности максимально ускорить вакцинацию. Будем надеяться, что коллективными усилиями человечеству удастся это сделать. На Медни я докладывал, что Pfizer и Moderna сообщили, что их вакцины обеспечивают устойчивый иммунитет не менее чем на 8 месяцев. И вот новая информация от Moderna в CNN о том, что их вакцина может обеспечить устойчивость к коронавирусной инфекции более чем на один год. Правда, при условии, что если вакцина будет вводиться трижды, на сей счет планируется проведение специальных исследований. И заканчивая свое выступление, я хотел бы обратить внимание вот на эту интересную новость. Оказывается, в декабре 2020 показали, что вот этот старый, хорошо известный антидепрессант под названием Хлуоксамин обладает выраженным противовоспалительным действием и подавляет триггеры, вызывающие цитокиновый шторм, лежащий в основе тяжелого течения коронавирусной болезни. Пока же суть до дела, предлагаю держать эту информацию на уме. Препарат доступен в аптечной сети. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя. Будьте здоровы.